всем привет такое неожиданное включение я снимаю новогодний влог это будет несколько дней может быть неделя либо две просто буду показывать свои интересные дни и немножко рутины потому что у меня есть для вас новость и новость заключается в том что я официально переехала мы теперь вместе официально живем потому что мы расписались вот всякие празднования и возможно свадьбу в следующем году ну празднование будут скоро а свадьба наверно в следующем году если она будет это пока не точно вот поэтому я буду вам снимать свои уже взрослые будни я теперь живу не с родителями очень волнительный и сложный для меня момент потому что как оказалось я привязана к родителям вот так вот живешь все 21 год с родителями и не ощущаешь что на самом деле такая есть нереальная связь с родителями особенно когда-то единственный ребенок в семье это вдвойне сложно уезжать от них вот но у нас это все было очень плавно то есть мне сделали предложение год назад я наслаждалась понимала что это мой последний такой последний год жизни в родительском доме в этом уюте вот поэтому я была готова но все равно сложно и последний месяц я уже тоже понимала что но все до этого года мы должны расписаться уже я должна переехать потому что тянуть ну нет смысла и сейчас у меня будут намного интереснее влоги потому что я буду показывать вам свою домашнюю рутину свои домашние дела своей распаковки для дома и так далее я просто сама люблю это смотреть поэтому решила за вас что вам тоже будет интересно но давайте двигаться во влог ну как я вам сказала мы сегодня тихо расписались просто съездили в МФЦ поставили подпись и теперь мы официально муж и жена 8 числа запоминаем поздравляем я это нигде не афиширую потому что это лично для нас возможно попозже выставлю но пока не вижу в этом смысла что-то мне хочется это в себе оставить вот родители мои прислали мне букетик вот такой вот красивый он мне так лежит потому что у меня нет вазы и саркис сейчас уехал я попросила его купить какую-нибудь вазу и еще один букетик он был длинный и в упаковке но я вот люблю из них делать такие милые коротенькие букетики не знаю вот немножко так пересобрала и мне получилось вот так здесь у меня новая сумка нужно ее поднять здесь покупки надо разобрать сейчас кстати с вами и разберем ватные диски отбеливатель кстати мне вот это понравился теперь будут такие влоги я никогда ничего не покупала для дома я никогда не мыла полы я никогда не убиралась теперь мне это предстоит вот это я уже пробовала мне очень понравилось потому что саркис у нас очень аккуратный и всегда свои белые футболки портят поэтому это для меня актуально и мы зашли в этот раз саркису спортивные носки купили потому что они у него быстро расходуются он сейчас ходит на тренировки очень часто вот сейчас вместо пумы какой-то amazing red еще хочу показать вам покупочки для дома елочка такая мини солдатик это у нас сенсей син он сейчас называется эти рожки я купила в каком-то детском магазине честно не знаю мне кажется они везде есть это у нас часть новогодних игрушек для елки нужно уже начинать ставить и сейчас я достану и покажу вам какие красивые мы детальки для елки еще купили мы купили вот такие и такие шарики у нас будет красное с золотым что-то я сейчас так поняла что у нас золотого не очень много наверное докупим детали это я покупала в леруа мерлен кстати не очень-то дешево вообще не очень типа они по 500 рублей каждая игрушка стоит мне понравились эти вот стрекозки шишки это какие-то ветки просто вставлять еще мне сегодня доставили посылку от виволовика мы с ними дружим они даже меня не предупреждали поэтому это вдвойне приятно когда без предупреждения подарки приходят даже от руки написано открыточка здесь еще была шоколадка сейчас я покажу ее тоже прикольно сделали как всегда их фирменная коробочка пакетик и браслет в золоте в золотом исполнении тут написано если ты мечтаешь думаешь об этом ты делаешь это я очень люблю такие браслеты как вы знаете у меня здесь тоже один вот он как раз таки вот его ловика и я сейчас последнее время очень люблю сочетать золото с серебром поэтому я тоже добавлю его в свою коллекцию очень красиво и приятненько я пришла в комнату у меня здесь бардак поэтому я сейчас буду убираться у меня на фоне ноутбук здесь нет телевизора рутуб смотрю карину косморянс и вот шоколадочку я вам показать от виволовика прикольное сделали кстати она очень вкусная и хотела показать вам свои ложечки новогодние я заказала их на алиэкспрессе просто увидела и умилилась и решила заказать они стоили рублей триста а еще сейчас покажу тоже сегодня мне пришло день посылок день посылок потому что новый год все радуют мои любимые бренды дальба хотите прикол у меня недавно они закончились это мои любимые патчи честно прям говорю пользуюсь только ими я их заказала в золотом яблоке мне должны прийти еще один ну ладно на запас потому что прям топчик особенно в зимнее время года здесь у нас крем для рук я ни разу не пробовала шампунь тоже ни разу не пробовала кстати даже не слышала нас от него отзывы поэтому будет самое интересное вдвойне пробовать и спрей сером это моя любовь у нас он быстро заканчивается потому что и сервисы я пользуюсь ему лень наносить крем а вот пшикаться такими вещами не лень поэтому он обшикивает себя с ног до головы целыми днями мы в лайме и здесь классная коллекция шапок появились вот такие с ушками и есть много теплых балакла знакомьтесь это моя мама мой лучок у меня новая сумка поэтому мне теперь все хочется вот в таком стиле таком качестве буду примерять и показывать вот так выглядит этот размер м я хочу взять побольше эльку но футболка не очень подходит какая-то ни туда ни сюда а вот жилетка мне нравится еще взяла такие штаны это очень большой размер специально но что мне не зашло еще смотрите такие у лайме шапочки появились я вам уже показывала их в зале но вот взяла с собой примерочную есть черное и белое мне кажется очень мило что за кот там еще сзади еще один кот моя атмосферка я сейчас буду садиться делать карту желаний в прошлом году или даже да наверное год у меня уже лежит эта карта желаний мне присылали в его ловика вот такая она уже готова и здесь есть все картинки все 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 даже какие-то аффирмации вот дом и семья богатство еще аффирмации вот здесь у нас я еще не изучал если честно а здесь инструкция и видимо такая штучка мои сто пожеланий тут просто прописывать нужно будет а сюда приклеивать вот такие картинки сейчас буду этим заниматься это я разобрала букетики всегда так делаю сначала они у меня стоят упаковки парке потом уже когда некоторые начинают вянуть я уже собираю из букетиков вот такие вот сборные свои без упаковки там второй стоит вот такая у меня атмосферка на кухне итак я закончила налила себе кстати зеленый чай молочный улун смотрите что у меня вышло все это на самом деле картинок очень много повторяющихся прям они ни о чем ски я просто уже додумывала сама что обозначает эта картинка вот например здесь предложение вы подумайте но я здесь заложила совершенно другой смысл я в каждую картинку заложила свой смысл который опишу уже на мои сто пожеланий вот а кстати аффирмации очень даже крутые подходящие мне вот например про инстаграм что на меня подпишутся там про фигуру про уравновешенность хорошее настроение про семью вот про путешествие про образование что я закончу диплом в этом году закончу точнее институт и получу диплом с отличием конечно не знаю просто получаю диплом про вождение тоже что я получу права вот в целом мне очень понравилось всем приветики на следующий день я пришла с тренировки домой еще утром сидела на двух парах сдавала задания но это не очень интересно поэтому я это не снимала а сейчас будет интересно я буду краситься собираться на мероприятия вообще в казани в последнее время очень много проводят таких мероприятий встреч в ресторанах бренды коллаборируют с ресторанами еще кто-то коллаборирует с ресторанами в целом это очень классно потому что есть куда выйти блогером много вопросов по поводу тренировок моих как где я вообще занимаюсь по какой системе я занимаюсь два раза в неделю с личным тренером рядом с моим домом у нее своя студия небольшая там нет тренажеров просто проходят функциональные тренировки групповые растяжка и вот индивидуальные это моя подруга знакомая а еще я хожу в спортзал в центре 15 минут ехать мне до центра это DDX он есть во многих городах вообще из Москвы по-моему пришли они к нам он новенький самый новый что есть в Казани стильный красивый чистый мне он в целом нравится кроме того что мне нужно ехать в центр тратить на такси деньги в основном я езжу туда с Аргисом потому что он тоже занимается там вот туда я езжу на кардио на эллипс на дорожку потому что мне не хватает ну у меня организм привыкший к большим нагрузкам к большому к большой трате калорий потому что я с детства занимаюсь ну занималась танцами профессионально у нас было очень много тренировок мы там просто умирали на тренировках и мой организм мне кажется привык к такому мне кажется для многих сейчас открытие что я вообще занималась танцами да профессионально у нас был такой серьезный коллектив я танцевала там у нас прям были такие тренировки жесткие и дальше когда ну у меня обнаружили две грыжи поэтому я перестала заниматься мне было больно тяжело у меня болела спина мне запретили заниматься я наверное год два вообще ничего не делала потом начала заниматься в спортзале тоже с тренером начала заниматься потому что нужно было укреплять спину а я наоборот ну мне короче не попались хорошие врачи мне не сказали мне сказали нельзя заниматься спортом и я это восприняла в штыки и вообще перестала заниматься спортом но такого делать нельзя никогда если у вас какие-то травмы лучше посоветуйтесь спросите каким спортом можно заниматься потому что обязательно какая-нибудь сарядка йога пилатес с реабилитологом даже заниматься нужно иначе ваша спина ваши вообще просто мышцы атрофируются и вам будет тяжело как у меня случилось у меня вообще мне кажется спина перестала держать меня поэтому я пошла в спортзал занималась тренером потом я просто осталась в спортзале перестала заниматься тренером я ходила на кардио дальше я узнала о том что есть групповые тренировки групповые тренировки это где ты едешь как на велосипеде, мне очень понравилось, я просто как фанатик ходила, у нас там все как фанатики ходили, девчонки, там девчонки были, там взрослые, взрослые девушки, женщины уже ходили, вот, и я прям тоже очень много калорий там тратила, я выноса стойкая, выноса, короче, у меня хорошая выносливость, и в целом физуха хорошая, поэтому я, ну, выкладывалась на все сто, и там такой соревновательный дух был, потому что все такие были сильные, вот, и я очень много калорий тратила там, это, кстати, спортзал был напротив моего дома, он и сейчас рядом, ну, кто не знал, я уже рассказывала, что я переехала от родителей, но я живу теперь напротив родителей, в этот спортзал я с Аргиз потом начал ходить, но в прошлом году я приняла решение, что мы не будем туда ходить, потому что он старый, ну, не старый, но не очень комфортный, я открылся как раз ДВИКС, и мы стали туда ходить, но я расстроена, если честно, я очень скучаю по сайклу, прям сайкл это моё, я нигде столько вот энергии не тратила, столько удовольствия не получала, как на сайкле, я люблю соревновательный дух, это прям про меня, поэтому у меня организм привык к такому, и сейчас мне очень трудно похудеть без того, чтобы сбрасывать много энергии, мне надо много двигаться, и поэтому для меня обязательный пункт это кардио, кроме всяких силовых, мне нужно делать кардио. Еще после опериного мероприятия мы заедем на капельницу, мы с вами, подружки, заедем на капельницу, потому что я капаюсь, у меня сейчас курс идет, я заболела в один день прекрасный, и чтобы не разболеться сильно, я сразу написала, ну, туда, куда я хожу, где анализы сдаю, сдала анализы, и, ну, показала, что у меня есть вирус, поэтому я сразу решила прокататься витамином С, и я выздоровела сразу на третий день, у меня три дня всего лишь была температура. В целом я макияж закончила, нужно только сделать, сейчас осталось хвостик, а еще у меня уже лет пять расческа Tangle Teaser, и я, ну, очень ее люблю, всем советую, мне как-то сестра подарила, и вот она у меня прослужила, та расческа, года три, ну, я бережно, во-первых, отношусь к вещам, но в целом она даже не испортилась, она еще, да, она осталась у меня у родителей в квартире, мама ей пользуется, а я себе просто купила новую, потому что у нее просто хотелось обновить новый цвет, но ей тоже уже года два, прям, она стоит тысячу, наверное, сейчас уже полторы стоит, полторы тысячи, она этого стоит тоже надолго, прям надолго. Ненавижу делать хвостики, потому что это сложно. Конечно же я буду его переделывать, потому что с первого раза ничего не получится. Блин, маааа. В целом норм, но могло быть и лучше. Итак, мой итоговый образ готов. Я добавила такую нотку нарядности, потому что свитер такой немножко повседневный. Сережки добавила, каф, кольца. У меня нет времени убирать одеяло, поэтому я вам быстренько покажу мой образ. Украшения, шортики. Зара покупала сто лет назад еще в Казани, по-моему. Колготки поплотнее, потому что на улице холодно. Будут сапоги с андро и, не знаю, сейчас пальто или шубу надену. Вот, в целом вот так. Был дресс-код, красный цвет, поэтому я выбрала красный свитер. Снимаю целиком. Что-то я не посмотрелась, не знаю, нравится мне или нет, но нормально. Я быстренько добежала до капельниц. Сижу, лежу, отдыхаю. Мне капают витамин С и билирубин. Короче, у меня был повышен билирубин. Это что-то связано с желчью. Мне капают нужные витамины. Показываю атмосферку. Я пока сижу одна. Мы здесь сидели, но ушли. Тут три таких места. Раскладывается диван, плетик. У меня еще протективная зарядка. Тоже их производство. Ну, не производство, а просто выдают. Чай наливают. И Зелинский у нас тут. Ну, короче, все очень приятненько. Цивильненько. У нас ужасный ветер. Мне кажется, меня даже не слышно, но я приехала на мероприятие в Лилифант. Я загадала эту карту, и мне ее вытянули. Да, медленно. Покажем на камеру. Это был ваш дускрест, и вы сами его выбрали. Это ваша карта. Смотрите внимательно. Покажу, что у меня нету как ничего. Покажем на камеру. Всем доброе утро. Я поехала к бабуле и увидела, что продают елки и веточки. Это обязательно. Покупать ветки к Новому году. Сейчас пакетики. Купила пихты на тысячу рублей. Три букетчика небольших на тысячу рублей. Себе, нам домой, может быть, родителям дам и бабуля сейчас занесу. Вот. Там такие милые бабулечки и дедулечки продают. Хотела скупить у всех, но я выбрала самую милую бабулечку. Меня забирает Саргиз. Он у нас болеет с температурой. У него красный нос. Сегодня ездил капаться. На самом деле сейчас все болеют. Я, конечно, уже выздоровела и прокапалась. Теперь Саргиз тоже заставила прокапаться, чтобы быстро выздороветь. Вот. Но он как раз просто после капельницы заехал за мной, чтобы мы съездили к моей бабуле. Ей нужно было отдать мясо, которое я покупала. Вот. Сейчас еще в магазин зайду, в котором продается армянский лаваш и всякие вкусности. Вот как это все выглядит. Здесь лента. Здесь раньше рынок большой был, но он сейчас такой малюсенький. Но как-никак остался немножко. Вот. Это район, где я раньше жила. С бабулей, с мамой, с папой. Это не совсем далеко от меня, от нашего дома. Минут 5-10. Это один район. Просто это старый. Наш новый район. Приехали домой. И в прошлый раз, когда я была бабулей, я сказала ей, что мне понравился этот сервиз. Но он такой сейчас в стиле модном, молодежном. Популярно это время. Старина. Винтаж. Фарфор. Подобные вещицы продаются на Валбере сейчас делают. Типа таких чайничков. Саргис на фоне болеет. Вот она мне собрала весь сервиз. Я вот не знаю, либо он у меня будет стоять, либо им нужно пользоваться. Вообще я за то, чтобы всем пользоваться. Но я думаю, что этот сервиз все это время стоял, им никто не пользовался, а я тут вдруг начну им пользоваться. Не знаю даже, как поступить. Но очень красиво и ценно. А вот эта штука. Это я не знала, что бабуля положит. Ей ее дарили на свадьбу. Это 58-й год, да, Саргис? Да. 58-го года. Фарфор. Хозяйка Медной горы. Вот. Мне нравятся такие вещи. Они очень красиво вписываются в интерьер. Я просто поставила пока сюда. Не знаю, мне кажется, нужно что-то изменить здесь. Ну, вот эта штука вообще не здесь стоит. Надо ее куда-нибудь переложить. Не помню, показывала я елку или нет, но у меня там два подарочка. От Вуаля Бренд и от Фиора. Это бренды, с которыми я сотрудничаю, работаю и просто дружу. Вот такой завтрак у нас получился. Кстати, очень классный круассан из вкус виллы. Я туда добавляю сыр, ветчину и получается такой полный круассан. От вчерашнего заказа Макдональдса остались пирожки. Здесь у меня чай в новом сервизе. Я, кстати, вот так вазочку сделала из этой посудины. И чашечку у меня тоже из сервиза. А вот эту чашечку я заказывала с Валбереса. Вот, приятного аппетита нам. Саргиз очень плохо себя чувствует. Не снимай. Ты хорошо выглядишь? Да, честно. Сейчас поедет на капельницу. У нас тут суперновогодний уголок. Мы включили, ну я включила папины дочки новые. А у нас тем временем под елочкой появился новый подарок. Когда я уходила, Саргиз подложил туда. Ну или не Саргиз, одет мороз, пока не выездил. Оцените погодку. У меня должна была быть небольшая съемочка на улице. Но, кажется, она отменяется, потому что ветер жуткий. Люди на улице просто бегут. Я собралась. У меня теплый костюм на флисе. Абда, новенький. Надену сверху жилетку, сумку и поедем. Вместе на капельницу. Кстати, я говорила, нет. Едем сейчас с Саргизом на капельницу. У меня уже последняя процедура, а у него вторая. Конечный образ. Просто офигеть. Но это вообще ненормально. Я просто еле дошла. Это Unreal какой-то. Очень холодно из-за ветра. Очень холодно. Кстати, по поводу того, вожу я машину или нет. Кто не знает, я не вожу машину. У меня нет прав. Но я очень хочу это сделать. Получить права. Но все откладываю, откладываю. Надо уже, мне кажется, записаться. Мы закончили уже на капельнице и я приехала в торговый центр Kazan Mall. Кстати, в Lime на металлические. Я хочу зайти, посмотреть, что там есть. Ну и следующая обстановка. Остановка будет Золотое Яблоко. И еще хочу в магазин техники посмотреть увлажнитель воздуха. Блин, народу очень много. Вот эти костюмы мне очень нравятся. Вообще стиль такой сейчас нравится. Появился розовый свитер. Я такой серый брала в Ереване в Lime. 6 тысяч рублей. Что мне не нравится в этом сезоне, так и эти брюки. Мне уже тошнит. У меня и не было их. Но мне тошнит от брюк и юбок. Столько реклам мне предлагали вот этих юбок, но я не брала. Потому что, ну, мне они не нравятся. Ой, кстати, вот этот топ за бантом я видела в инстаграме. Ой, не знаю. Просто их слишком много и их стилизуют все по-разному. А в больших случаях очень не очень. По-колхозному. Иногда мне очень стремно снимать. Но сейчас нормально. Мне интересно посмотреть, сколько стоят выпрямители борг. Ой, выпрямители, говорю, увлажнители. Смотрела на сайте, они где-то все по 80. За 80 я не готова. Прошла в борг. Я стеснялась что-либо там снять. Короче, обсмотрела Dyson. Ой, Dyson, говорю. Выпрямитель. Под борг. Попробовала даже выпрямить. Мне понравилось. Быстро так. Одну какую-то прядь я где-то сделала. Очень быстро он сработал. Справился. Он стоит 46. Ой, или 36. Блин, что-то я это не запомнила цену. Но в целом, по-моему, как выпрямитель Dyson там на пару тысяч подешевле. Не знаю, стоит того или нет. А еще я посмотрела увлажнители воздуха. Тоже 33 тысячи. Они стоят, не знаю, переплачиваю я за качество или просто за бренд. Но, конечно, хочется от Work. Но жаба душит. Сейчас посмотрю еще в технопарке увлажнители. Ну, короче, здесь вообще уже побюджетнее стоят вот этот симпатичный. Черненький. А вот, кстати, Borg. Я только что вот эти смотрела. Там тоже 33 тысячи они. Вот. 15, 25, 74. Вот. Этот я увидела у блогеров, у многих. От Borg. Но он дорогой. 117 тысяч. Я бы хотела такие в будущую квартиру. Вот это тоже очень красивый. А, это Dyson. Первый раз, кстати, вижу. И вот это Dyson. И вот это Dyson. 54 тысячи. Короче, в технопарке меня очень хорошо проконсультировали. И в итоге мне посоветовали увлажнитель от Borg. Но не тот, который я вам показала. А другой, но его не было в наличии. Только под заказ. Он какой-то именно очиститель. Не увлажнитель, а увлажнитель-очиститель. Вот. Но его только под заказ. Это я уже посоветую с Патома Саргисом. Я не показала вам свои покупки. Сейчас быстро покажу. Купила два санитайзера. Один себе. Один на подарок однокласснице. Еще купила очень много масок. Штук пятнадцать. Десять на подарок однокласснице. Пять себе. И еще тоже одноклассница зашла. Купила браслет. Poison drop. Вот так он выглядит. Это наподобие моих. Я в целом люблю такие. А он еще и регулируется. Так что легко угадать с размером. Точнее не надо угадывать. Здесь нарисован самолетик. Там были еще всякие надписи. Но я выбрала самолетом. Потому что ее недавно взяли в... Как это называется? В бортпроводник. Вот. Она подавала с Аэрофлота и ее взяли. Поэтому я решила такой значимый браслетик для нее выбрать. Я уже зашла в Империю. Делаю обзор. И хочу вам тоже немножко заснять. Здесь представлены очки с тренд оптики. Я очень люблю этот магазин. И в последнее время... Ну, мне нравится бренд Bell Frog. Я купила себе такие очки. И присмотрелась вообще в целом к этому бренду. Потому что они очень качественные и очень бюджетные. А еще их не носят весь мир. А я это люблю. Ну, в плане не весь мир, а вся Казань. Вот. Я вот эти очки покупала за 10 тысяч рублей. Мне кажется, это очень даже дешево. Для таких очков. Мне еще вот эти оранжевые понравились. И я сейчас примеряю вот эти. Я в прошлый раз хотела такие. Только там были... Ну, оптика была другого цвета. А еще есть вот такие. Тоже прикольные. Погода на улице объективно стала лучше. Нет ветра. Я жду такси и еду в кафе. Увидеться с Региной. Обедать в Эклере. Мы уже все доели. Я уже попила кофе с Эклером. Пришла ко мне Регина. Выбирает там десерт. Очень красивое место. Такое уединенное. Погода кайф. Была бы такая утром без ветра, то получились больше красивые фотки. Как я и планировала. Но был жуткий ветер. Я доехала до дома. Фу, у меня дыхание заканчивается. Мне нужно сейчас зайти в СДЭК, забрать свои посылки. Но не все пришли. И это грустно. Ненавижу, когда частями приходят. Люблю ждать, пока все придет. Но там еще долго ждать. А мне надо некоторые вещи прямо сейчас. Я уже успела подняться домой. Полежать где-то час-полтора. И как вы думаете, куда я еду? Я увидела, что в одном магазине в Outpac скидки 70%. И я поехала туда. Потому что там бренд Sporty & Rich, который я покупала там толстовки за 17-18 тысяч. Сейчас они стоят по 5 тысяч. И там очень много классных брендов. Но я частично, частично, часто делаю там обзоры и там крутые бренды. Например, Droll. Это Not From Paris, Madame. Ну и так далее. Вот, они закрываются через час. Я надеюсь успеть. Мы опять с вами на том же месте. Только я уже второй раз приезжаю домой. Потому что я ездила в Outpac. Купила костюм, который стоил 40 тысяч за 7 тысяч рублей. Но я забрала самые последние общие остатки. Мятный цвет, который только на лето, на весну. Я опять же иду в Азон. Потому что часть заказа, когда я приходила, была еще в коробках не распакована. Вот. Я сейчас ее заберу. Итак, я дома. Показываю, что я купила. Футболька размера XL. Все было последнее. Но ее можно будет зато носить с велосипедками, шортами. Ну, короче. Длинный вариант. Я такое люблю. Ой. И брюки. Они размера L. Вот такие, типа, oversize. Я такое тоже люблю. Мятный цвет. Прикольный, необычный. У меня такого еще не было. Чтобы вы понимали. Брюки стоят 20 тысяч рублей. Футболка 7 тысяч рублей. Я сэкономила 20 тысяч рублей. Потому что за это все я заплатила 7 тысяч рублей. Представляете? Ну, это вообще троще. Итак, что я забрала с озоном? Мужской сам... У меня уже все. Мужской шампунь. Ликата. Не знаю. Просто на шару взяла. Мужикам все пойдет. Главное, чтобы моим не пользовался. Пусси гель для бровей. Это мне посоветовала моя домработница. Ну, я спросила, что купить. Она сказала, синергетик просто что-нибудь. Ну, я взяла для кухни, для ванны, для пола. Победа без сахара. Очень вкусные конфеты. Двухсторонний скотч для того, чтобы повесить венок в новогодний. И ваза, потому что у меня только одна ваза. А еще я купила вот это. Как это называется? Гирлянда. Вторую штуку, потому что у нас первая не полностью. Ну, короче, не хватило одной. Вот эту штуку и удлинитель купила. Не удлинитель, а утронитель. Итак, у нас включение из дома. Хочу вам сделать небольшую распаковку. Я без макияжа. Немножко такая не фреш. Зимнее лицо с синяками под глазами, не загорелое. Но это потому что я сейчас собираюсь на тренировку и нет смысла краситься. Так, зато мы становимся с вами еще ближе, что я выхожу к вам без макияжа. У меня распаковка Embody. Это наш казанский бренд. Они вышли на очень хороший уровень. Их многие блогеры рекомендуют по всей России. И в целом у них очень хорошее качество. Очень классные модельки. Прям топчик. Такой style Dubai, я называю его. Но я такое редко ношу, потому что они немножечко откровенные, немножечко такие супер облегающие. Я почему-то закомплексованная и не люблю это носить. Поэтому я выбираю более закрытые модельки. Я была на обзоре и взяла себе вещички, которые мне очень понравились. Это вот такое боди. Я его примеряла в Stories, поэтому сделаю сюда вставку. Как она сидит на мне, потому что мне сейчас лень мерить. Они вообще называются Embody. И в основном у них, ну и в самом начале были боди. Но сейчас они создают и другие модельки одежды. Вот видите, здесь такие рукава присборенные. Здесь такая вот, как это назвать, много ткани. Ну в целом очень красивая. И вторая вещь, это юбка в цвете металлик. Мини. Там еще есть миди, длинная. Была, точнее. Ну и есть. Но я взяла мини, потому что у меня выигрышная часть тела это ноги. И я люблю носить мини. Еще одна посылка от Embody. Это уже приглашение. У них было открытие корнера у нас в ТЦ. И они присылали вот такую штуку. Ракушку. Потому что у них новая коллекция, связанная с ракушкой. Ну и всем девчонкам прислали вот такой боди. Это тоже их хит сезона. Он очень красиво смотрится на девушках. Ну и на мне я не мерила, честно говоря. Потому что пока моя фигура не в состоянии для этого топика. И в целом я такие вещи люблю только летом носить на загорелое тело. Как-то я в холодное время года стремаюсь. Еще бренд Cheeks приходил ко мне снимать программу по домам. Ну не по домам, а просто мои любимые продукты, косметички. И у меня вот косметичка от Cheeks. А еще я заказала для своей подружки. Она мне просто сказала, что ей очень нравится. Я решила ей на Новый год тоже заказать такую уже. Вкусно пахнет. Написано от Лины, ее имя. Еще мне только что принесли посылки. Я не знаю что там. Будем смотреть. Но чего-то очень много. Такие пакеты. Все, я поняла. Это бренд Out of Rich. Я заказывала костюмы спортивные и саргизы. Очень популярные в Москве костюмы. Что это размер L, но какой-то как будто маленький. Рукава длинные, но именно сама толстовка короткая. То есть... Не знаю. Непонятно. Рукава очень длинные. А вот толстовка... Как бы она у меня уже здесь заканчивается. Она уже попу не прикрывает. Это брюки. Брюки... Почему все такое короткое? Брюки спортивные. Как бы они на мой рост. Типа они очень короткие. Даже с виду. Ну чтобы вы понимали, они даже мне немножко короткие. Ну не короткие уж, но прям идеально для моего роста. Вот я сейчас имею черный костюм, а он просто по моему размеру. Сейчас я на кровати стану, чтобы вам показать. Ну как вы вот видите, толстовка и штаны. Ну как бы точно не для саргиза, у которого рост намного выше моего. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но костюм классный. Белый цвет. Это я хотела себе белый. Но мне этот размер поменьше. Странно. Очень странно. У меня М у саргиза Л. Здесь мне надо было XL. Приятно. Блин, они маленькие. Реально. Ну трэш. Ну как бы... Это что, на кого? На карлика? Не знаю, как вам показать. Эль, кажется, они круто сидели. То есть они были длинные. А тут они короткие. Я вам не покажу, но в целом... Ну ладно, сейчас покажу. Так. Я с селфи-палкой. Ну короче, видите, я такое не люблю. Как бы. Стремно. Очень стремно. Ну олимпика классная. Да и брюки крутые, если бы они были по... Длиннее. То есть, понимаете, да? У меня не на животе. Они у меня на бёдрах. Ну у меня как бы вообще невысокий рост 167. Это стандартный. Я просто такого не очень люблю. Я им напишу, конечно. Но у меня это расстроило. Почему? Размер М. А что, С вообще-то, блин, на метр пятьдесят, что ли? Ну я как бы... Ну вы поняли. Ещё я заезжала в Madness. Это у нас мультибрендовый магазин. И там представлен этот бренд Amour. Я купила джинсы. Джинсы вам покажу... Ладно, сейчас принесу тоже. Я просто уже их надевала и вытащила из чехольчика. А вот это платье новогоднее. Примерять я его не буду. Видите в запрещённой социальной сети его на мне. Красиво я подчеркнула талию. И оно линяет. Блёстки, короче, сходят. Джинсы сейчас тоже покажу. Блин, у меня такой бардак сейчас будет. Тут я не успею убраться. Уйду на тренировку. Придётся потом убирать. Вот джинсы. Я их уже надевала. Почему? Они мне нравятся. У меня есть такие синие с дырками. Очень объёмные. Прям такие, которые сейчас в моде. Но они с дырками, поэтому я хотела себе что-то новенькое. И в целом я продала все свои джинсы. Вот так они выглядят. У меня просто тут ремень. Видите, какие они объёмные? Я ещё на лосины примеряю. Они должны быть ещё объёмнее. Это у меня размер М. Вот. А это... Не знаю. Видимо, отправлять буду. Хотя, блин, ну это С. Чё они обманывают? Зачем они тогда в упаковку М положили? Итак, всем привет. Это включение из будущего. Я забыла с вами попрощаться. Точнее, я заболела на следующий день. И слегла с температурой на неделю. Поэтому не продолжила снимать влог. Но мне кажется, он получился и так очень длинный и насыщенный. Я вот только что его смонтировала. Думаю, вам понравится. И спасибо за просмотр. Всем пока. Ждите новогодний уже влог, где будет распаковка подарков от брендов. И то, как мы дарим друг другу сервисам подарки. Поэтому всех целую и обнимаю. Спасибо за просмотр.